Проходи. С недавних пор рентген исследования в Мичуринской ЦРБ проводят по-новому. Буквально пара нажатий на кнопки, аппарат настроен на нужные параметры. Остаётся только выбрать проекцию на компьютере. Ещё мгновение спустя доктор получает готовый снимок прямо на экране монитора. Могу его уже увеличить в области, просмотреть пазухи. Вот получается у нас лобная пазуха, она нормальная, гаймеровая, верхнечелюстная и вот коленовидная, носовая перебородка. У неё без патологии. Мы, получается, их сбрасываем на флешке или на диске, цифровая запись. То есть всё суперсовременные технологии доходят до нас. Проводить рентген исследования на современном оборудовании без лишних трат времени на доставку кассеты, проявление снимков медики Мичуринской ЦРБ получили в прошлом году. Новый цифровой рентгенологический комплекс начал работу в стенах здешней поликлиники в октябре 2023-го. Аппарат приобрели в рамках нацпроекта здравоохранения. Из федерального бюджета на такую покупку выделили около 17,5 миллионов рублей. Например, вот сколиозы. То есть раньше мы, например, чертили всё вручную, а теперь там это всё в шаблонном сохранено. Это упрощает работу и позволяет принимать достаточно много пациентов в течение дня. Потому что раньше на аналоговых аппаратах лаборанты проявляли в лабораториях, а сегодня буквально одно нажатие за пять секунд, снимок приходит. Преобразились в рамках нацпроекта и помещения поликлиники. При входе пациента встречает открытая регистратура. Она работает по принципу бережливого производства. Бережёт в первую очередь время. Позаботиться о здоровье помогут врачи и медсёстры. Любой пациент может, придя в поликлинику, выбрать нужного специалиста. Это, допустим, пришли с ребёночком, упасть на приём к педиатру, записаться, выбрать свободный слот. Оценить изменения в больнице могут свыше 30 тысяч человек. Это как взрослые, так и дети, которые живут в Мичуинском муниципальном округе. Всем им помогают местные медики. Приобретение нового оборудования и укрепление материально-технической базы, конечно же, помогает повысить качество помощи, помогает повысить доступность помощи. Соответственно, пациенты, безусловно, тоже не могут на это не обращать внимания. Очень много положительных отвлеков со стороны пациентов, всего происходящего. И, соответственно, работа эта продолжается ежедневно, в том числе и работа по организации лечебного процесса. Чтобы медики могли добраться до самых отдалённых уголков округа, обновляют и автопарк, учреждение. Есть здесь и целый медицинский комплекс на колёсах, мобильный мамограф. Более доступной становится и, что называется, медицина рядом с домом. За последние годы в Мичуинском округе построили и открыли два современных фельдшерско-акушерских пункта. Ещё один, Мановицкий ФАБ, готовится к открытию буквально в ближайшее время. Также в Турмасово капитально отремонтировали врачебную амбулаторию. В посёлке Зелёный Гай сейчас готовится к капитальному ремонту.